ну что ж начинается наше путешествие наши чемоданчики на семейном фото очень даже не сейчас поедем в москву поехали у макса там еда за плечами вот так мы будем двигаться еще один рюкзачок у меня маленький поехали сейчас мы купим еще багаж потому что чемоданы надо будет убрать и катина фотографирует на память обращается скучно да у меня самый тяжелый багаж это камера это наш местный вагон мы приехали в москву почти да мы едем уже по москве вот максим разглядывает все необычное какие большие дома пятидесяти этажка предпочитать не просто и не очень не часто бывает хотя мы живем всего в 140 километрах все равно бываем крайне редко не каждый год это точно мы уже подъезжаем перейти у нас трудноватый переезд я это в метро не очень люблю с сумками тоже свои интересы там есть посоль на максимике интересные да сумки у меня больше не тают сумки у меня больше не тают как столица хорошая такие дома интересные да угу вау как круто вау какие большие дома мы приехали это большие дома которые мы только что проезжали здесь красивое здание дождя дождя нет небо голубое красивое папа наш достает багаж возьми максимальку мы попали в торговый центр смотрите какая красота косметику лаж мы тут нашли никс отдельный магазин локситаны локситаны фраше я уже тут понимаете с сувениром хожу хотим фраше еще зайти боюсь что до юга мы приедем уже без денег впустили козу в огород то есть провинцию в магазинах это наш кошечек это моя кошечка на стоимости проезда пассажирских и три горных поезд да пока выходят мы сейчас наверное купим как вам пароль дорожная вершина выставляет пункт по 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 если честно то пауза почти сутки получилось у нас мы вчера приехали ванапу нас встретил таксист Он у нас был заранее заказан. Максим был в шоке, когда он, выйдя из вагона, увидел мужчину с фамилией на табличке нашей. Да, Максим? Мама говорит, это наша фамилия, откуда он ее знает. Нас довезли до нашей гостиницы, которую мы заказывали тоже заранее. И, в общем, нас поселили вот в такую комнату. Тут двухместная кровать, там ванна-туалет, как бы, вот видите, уголочек комнатки. Это такая гардеробная, сейчас я вам покажу. Ну, там, правда, свалку уже мы туда накидали. Я взяла с собой даже штатив. Естественно, если мы покупим сегодня интернет, то у нас будет интернет. И вот такая вот прямо свалка получилась. Мы взяли разные круги, матрасы, все будем надувать. Наши два чемодана и вид вот так вот с этой стороны. Сейчас утро, мы собираемся уже на море. Вчера, конечно, мы накупались с эмоцией непередаваемой. Мне все хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить, что я, наконец-то, попала на море первый раз в своей жизни. Выход у нас через балкон. Сейчас я вам покажу. Вот тут наш папа. И вот так вот комнатки. Третий этаж. Там вдали видно горы. Тут, кстати, вот еще, тут одни гостиные дома, по сути. Как вам показать, вид из окна. Ну, обычный такой. В соседней гостинице там у них и бассейн, и много всего интересного. Но у нас зато есть крыша. Я потом на нее поднимусь. По ней можно ходить и тоже снимать сейчас. Море очень близко. Красивый пляж. А вот, кстати, наши соседи. Более выигрышно живут. Но тут, наверное, и номера дороже у нас. Здесь бассейн. Вечером, конечно, здорово детки пупаются. Но не страшно. А мы будем довольствоваться морем. Ну и, наверное, покажу теперь вид на море. Сам пляж очень красивый, здоровский. Третий этаж. Кухня на первом этаже. С одной стороны неудобно, с другой стороны спорт никогда не помешает. Буду с огромным удовольствием бегать. Здесь очень ветрено и очень приятно от этого, что жаркая погода. И вот этот прохладный, приятный, не прохладный, теплый ветер. Прямо очень-очень классно. Проветриваешься. Ну все, сейчас мы пошли на море. Я уже покажу вам данную. Продолжение следует. Спасибо за субтитры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...